Всем привет! Меня зовут Артём Ворон. Рад приветствовать вас на своём канале. Хочу записать несколько коротких видео про свои мысли насчёт сложившейся ситуации в нашей стране, насчёт кризиса в России. И начать хочется с того, чтобы понять вообще, что это за кризис и откуда он взялся. Если посмотреть на многие кризисы, которые происходили в мире, то они начинаются так. Ничто не предвещает опасности, потом резко вдруг бах, всё валится, паника, начинается кризис. Всё, обвал резкий прошёл, и потом начинается потихонечку всё восстанавливаться. Потихонечку или быстро, неважно. Например, так было в 2008 году. Сначала резкий обвал, потом восстанавливаемся. Что происходит у нас сейчас в 2015 году, в 2014 году в России? Это другой кризис. Это даже не кризис, это рецессия или, можно даже сказать, депрессия, которая начинается. То есть, как она начинается? Не было никакого резкого обвала. Всё начиналось постепенно, затягивало нас в это болото. Сначала это была Украина. Начинались беспорядки, претензии со стороны западных стран, США, Европа. Потом эти претензии переросли в угрозу, и потом всё перешло к действиям. Ввели санкции. Сначала были санкции против конкретных людей, потом ввели очень сильные санкции, которые бьют по нашей экономике. То есть, обрубили нам возможность брать дешёвые займы в Европе. Резко количество инвестиций сократилось, товарооборот между нашими странами стал падать. Потом к этим санкциям подключилась нефть. Нефть стала дешеветь. А вы все знаете, что 80% поступлений в бюджет нашей страны зависит от нефтегазовых доходов. То есть, помимо санкций, ещё и нефть. То есть, и вот так всё комом-комом потихоньку нарасталось, и кризис разрастался. И неизвестно, прошли мы дно, не прошли, когда мы его пройдём, и как вообще быть. Многие думают, что кризис их не коснулся, и это примерно такой же кризис, как в 2008 году. А, всё пройдёт. Это касается крупных игроков, крупных компаний. На самом деле не так. Именно этот кризис, он может быть и начинался, да, бедой для крупных компаний, которые не могут брать дешёвые кредиты. Но в конечном итоге он вылился на потребителей, потому что резко упал доход населения. А вслед за этим резко упал спрос. Спрос на всё. Практически на всё спрос упал. И, соответственно, кто-то банкротится, кто-то закрывается, кто-то там ещё кое-как выживает. Но тут важно понять. Вот один знакомый говорил, у меня крутая команда там, и всё будет хорошо у меня с моей командой, я смогу продавать что угодно, мы круто продаём. Тут важно понимать. У вас может быть крутой продукт, крутая команда, крутые продажники, может быть какой-то эффективный канал трафика. Всё это у вас может быть. Но если у населения тупо нет денег, и они не могут просто ничего купить, потому что нет денег, тогда вся вот эта, все ваши крутые команды и всё это не поможет. Потому что просто нет спроса. То есть сейчас кризис потребительского спроса. И вот это самое страшное. Вот. И это важно понимать, что сейчас кризис. Кризис наших доходов, кризис спроса. Субтитры подогнал «Симон»!